К нашему эфиру присоединяется Ярослав Башко, глава Центра политических исследований «Доктрина». Ярослав, здравствуйте, рады приветствовать. Добрый вечер. Здравствуйте, рад. Ярослав, и вот я сразу в начале нашего с вами обсуждения этой темы хочу показать очень интересную и достаточно информативную графику. Вот здесь сравнивается ВВП на душу населения в странах G7 и BRICS по, знаете, такой сравнении покупательской способности. И вот здесь мы явно видим очевидную разницу. А скажите, вот как на эту разницу могут повлиять и обязательно повлияют, к примеру, санкции, которые уже работают против России и которые, безусловно, будут продолжаться, ведь будут и новые ограничения. Насколько может ощутимо увеличиться этот разрыв? Ну, скажем так, Россия не является очень важным элементом экономики BRICS, который будет излишне существенно влиять на такие показатели. То есть все-таки то, что объединяет страны BRICS между собой, это то, что это государство так называемой вторичной или догоняющей модернизации. То, что мы называем первым миром, западным миром, это государство органичной первичной модернизации. То есть те, которые в историческом процессе первыми успели дойти до определенных высоких уровней развития, то есть провести урбанизацию. Оттуда произошел тот капиталистический порядок в экономике, который сейчас является доминирующим и который на самом деле даже в странах BRICS во многом оказывает влияние на принятие решений. Несмотря на то, что очень часто они пытаются формировать некую такую альтернативную социалистическую повестку, но все-таки это история про две скорости капитализма. То есть в отношении стран BRICS изначально было понятно, что это государства, которые объединялись по вот этому общему признаку. Быстро растущие страны, которые развиваются и хотят догнать Запад. В первую очередь по экономическим показателям. Ярослав, где Россия и Китай уже давно рассматривают объединение BRICS как основу своей системы по противодействию Западу. Однако сталкивается серьезное сопротивление со стороны Индии и Бразилии. Эти страны имеют более прочные связи с США и Европой. Как пишет издание The Washington Post, у Путина не вышло и не выйдет превратить BRICS в антизападный блок. Ну, на самом деле... В этом блоке не желает ставить себя в положение, в котором сейчас находится Россия, как открытый противник Запада и США, рискуя вооруженной конфронтацией. Борис Бондарев, бывший российский дипломат, в комментарии изданию The Washington Post. Я прошу прощения, не предупредил вас, что будет цитата. Продолжайте. На самом деле, то видение, которое хотело бы на BRICS распространить Россия, оно очень качественно отличается. Россия хотела бы видеть BRICS в таком качестве, как мировой антизападный блок, который жестко противодействует западному военному, политическому и экономическому присутствию в странах третьего мира, в других странах, которые развиваются. То есть цель BRICS даже в какой-то мере с точки зрения России не столько прямое противодействие Западу, хотя они бы очень этого хотели, а конфронтация с Западом в тех регионах третьего мира, условно Латинская Америка, Африка, Азия, в которых Запад сохраняет очень серьезное влияние. То есть в какой-то мере это желание самим влиться в этот передел, играть там некую главенствующую, в первую очередь, политическую роль, потому что Россия в нынешних условиях не является, скажем так, уже значимой экономической силой. Она могла считаться такой, там, сто, восемьдесят лет назад могла считаться, но сейчас уже не является таковой в мировом разрезе. Для Китая, Бразилии, Индии и других стран вопрос вынесения общего политического вектора во главу угла является очень проблемным. Их объединяет, в первую очередь, общий экономический интерес, интерес к некоему взаимовыгодному такому взаимозачету между этими странами. Но это редко выливается в создание какой-то общеполитической доктрины. Между странами БРИКС существует довольно глубокие, иногда даже неразрешимые противоречия, как между нынешней Индией и нынешним Китаем. То есть, и все же далеки, на самом деле, от мнения, что существование БРИКС может как-то существенно нивелировать тот факт, что, к примеру, Индия все-таки сближается с США последние годы. Что влияние, например, Китая в Азии и Индию точно так же заботит, как и многие западные государства. Просто она подходит со своей логикой. И попытка набросить на экономический, в первую очередь, геоэкономический, даже скажу, блок вот эту вот жесткую геополитическую рамку, которую пытается предпринять Россия, это не находит такого широкого отклика в других странах, потому что у них свои проблемы. Я не думаю, что противостояние США, например, как-то существенно мобилизует Индию или еще кого-то, потому что Индия понимает свои выгоды от партнерства США. И даже от того, что США где-то давит на Китай, заставляя предприятие переходить из Китая в соседние страны, Индия понимает, что она получает от этого определенный профит. Поэтому, как по мне, вот эта российская логика восприятия BRICS, она никогда не была в этом блоке доминирующей. И мы о ней знаем так много, в первую очередь, потому что мы много читали русскоязычных источников BRICS, где этот блок пытались выкрасить именно такими цветами. Да, кстати, это очень интересное замечание по поводу того, что очень важны источники информации. Спасибо, что вы это дополнили. Но все-таки я хотела бы вернуться к теме санкций. Да, вы сказали, что российская экономика не является решающей и определяющей для BRICS. Но вместе с тем, как вы считаете, так или иначе, было и есть свое место у России в BRICS? И вот как на это место и вообще на репутацию России в BRICS могут повлиять санкции вот именно в контексте тех самых репутационных потерь? То есть насколько можно воспринимать, например, страну как полноценного члена и как страну, которая может предлагать какие-то изменения, какие-то трансформации, если, например, за пределами BRICS, предположим, ее абсолютно никто уже не воспринимает? Ну, скажем так, вот эта рамка, касаемо Российской Федерации, она все-таки доминирует в западном мире. И страны BRICS, это как раз очень часто те страны, которые тоже имели определенные противоречия локальные или более глобальные с западным миром. Но все равно это не укладывается в общую стратегию РФ по попытке создания какого-то жесткого антизападного блока. Потому что и Бразилия, и Китай, и Индия, и ЮАР, конечно же, находят свои плюсы во взаимодействии с Соединенными Штатами и союзниками. Египет, между прочим, который тоже близок к процессу вступления в BRICS, является носителем статуса US Major Non-NatorLight, то есть одним из главных союзников США вне НАТО в военном смысле. То есть вот эта попытка как-то конденсировать из различных небольших противоречий общую политику, вообще общая политика для BRICS, это же на самом деле исключено. Слишком большие эти слоны, чтобы их могла держать такая стройная упряжь вместе. Кроме того, Российская Федерация на самом деле терпит не столько имиджевые потери в отношении BRICS, вот как раз в отношении BRICS это чуть вторично. Скорее так, что страны BRICS понимают, что та политическая сила РФ, та экономическая сила РФ и даже уже военная. И что еще на самом деле более показательно для стран BRICS, демографическая сила я отмечу, потому что люди это экономика. И все понимают, тенденции депопуляции в РФ все равно будут только нарастать, продолжаться. Ну, закономерный социологический процесс. Россия уже прошла второй демографический переход, но это больше к демографам. И все понимают, что потенциально экономика РФ будет уменьшаться в общем удельном весе. Поэтому РФ, конечно, присутствует, потому что общие двери BRICS на самом деле никто не закрывал. И как мы видим, новый саммит, он поставил за цель даже создать более, еще более широкие условия, для того, чтобы вступали какие-то другие страны. Это, конечно, можно рассчитывать как такой более долгосрочный план Китая. Если Китай и хотел бы иметь какое-то экономическое, политическое доминирование над Западом, то, очевидно, его план рассчитан на более длительные процессы. То есть на десятилетия. Он базируется на постепенной все-таки урбанизации, усилении экономик стран третьего мира. Но это длинный процесс. А Россия хотела бы вот уже сейчас оформить некий стойкий политический блок, что называется с рисками и обязательствами. Этого, скорее всего, не произойдет, потому что это противоречит интересам всех стран BRICS, кроме России. Ярослав, объясните нашим зрителям, и мне в частности, поскольку я не силен в финансовых вопросах, вот у России, как страны-основательницы BRICS, пятая часть активов так называемого банка BRICS. И сейчас эти активы находятся в опасности. Правильно ли я понимаю, что страны-участницы BRICS опасаются этими активами пользоваться, так как вот именно эта пятая часть, эти 20% российские и, так сказать, под санкциями и опасные? Ну, скажем так, BRICS специально сконструировали очень много ходов, чтобы вот эти вот западные санкционные механизмы как можно меньше на них влияли. Я бы не сказал, что финансы BRICS сейчас в очень большой опасности, потому что мы понимаем, что Россия не размещала эти деньги на Западе. Ну, это скорее Россия в определенной макроэкономической опасности находится. Да, но, опять же, это большой процесс, длинный. И если мы думаем, что, скажем так, для них так важен вот этот вот сейчас в нынешних условиях общак, я бы не сказал, потому что никто же на самом деле не рассчитывает, что Россия будет экономическим донором этого объединения. Все прекрасно понимают экономические масштабы России в BRICS. Это не Запад, который очень легко напугать и обмануть. Вот как раз-таки вот эти пресловутые китайцы, индусы, они все умеют считать в калькуляторе и смотрят только на прагматику. Это, к сожалению, оказывает негативное влияние и на войну против Украины. Но это оказывает определенное позитивное влияние в том плане, что они не воспринимают Россию как огромную, нависшую над миром силу, которая вот сейчас как резко задоминирует, ух, как сейчас скочит, потому что они прекрасно видят общие тенденции. Тенденции Российской Федерации дальше все-таки к ослаблению. И эти тенденции появились еще даже до начала войны в Украине 2014 года. Это далекие, глубокие экономические и социальные процессы. Представим себе, что в параллельной какой-то вселенной амбиции России по поводу БРИКС и всех вот этих предложений, которые Россия пытается продвинуть в БРИКС, но которые, как вы уже отметили, едва ли увенчаются успехом, по крайней мере, на данный момент. А что бы реализация этих амбиций сегодня дала России? Для чего ей это? Ну, это желание в какой-то мере шантажировать Запад. Что вот, мол, смотрите, если вы сейчас не смягчите, даже не то, что смягчите, не создадите определенный новый фрейм политики с Россией, который будет чем-то типа новой перезагрузки, разрядки и т.д. Если вы продолжите вот такими методами типа Россию загонять, то мы против вас поднимем все страны третьего мира. Там, где ваше производство, ваши бренды, там, где ваша дешевая рабочая сила, вынесенная в эти страны. Но Запад на самом деле уже давно начал чуть другую политику. Все сейчас борются за защиту национального производителя. И большинство правительств западного мира сейчас борются за локализацию производства. Какими бы мы там либеральными красками иногда не описывали США, но вот в чем сходились оба топ-кандидата на выборы США Байден и Трамп? Тем, что оба отстаивали идею, что как можно больше производств должно быть возвращено в США. Точно так же мы видим общую уже промышленную политику Европейского Союза по возвращению и усилению национальных производителей, особенно крупных, особенно тяжелых. То, что не создается за несколько месяцев. Поэтому, ну, в общем и целом, вот эта вот попытка Российской Федерации сконструировать угрозу, использовать некие страны Третьего мира как свой таран против Запада, это не в полной мере даже соответствует реалиям. И это, конечно же, не соответствует интересам самих этих стран Третьего мира, потому что они получают выгоду от того, что в их странах размещаются производства, основанные на западном капитале. Если внезапно западный капитал уйдет, если уйдут западные рынки, плохо будет и странам Третьего мира, и, к сожалению, Западу, но и России тоже. Потому что значительная часть того, что поставляется в Россию, производимого в странах Третьего мира, тоже зависит от западных капиталов. Просто оно не подпадает под такое жесткое санкционное давление, как то, что непосредственно связано с Западом. Ну вот мы видим, что, судя по вашим словам, антизападного восстания, такого яркого, посредством БРИКС у России не получится. А если учитывать прием новых членов в организацию, в частности, Ирана, каким-то образом может Россия, ну, если не избежать, не обойти, то хотя бы уменьшить посредством БРИКС и приема в него новых членов, избежать негативного влияния от западных санкций? Я бы не сказал, потому что для России и Ирана внутренние вот эти механизмы обхода западных санкций, они налажены вне любых механизмов БРИКС. Да, мы должны понимать, БРИКС — это не Европейский Союз. То есть вот в Европейском Союзе, если вы начнете гуглить, вы увидите, там вот такезный талмуд законов по архитектуре, огромный талмуд законов касаемо того, какая должна быть, к примеру, электроприборы, какие к ним требования. То есть есть жесткая нормативизация, огромное количество структур, которые уже наработаны, существуют, развивают эту общую политику в самых разных сферах. Финансы, банковское дело, образование, экономика. В БРИКС этого нет, да, то есть БРИКС сходится по очень ограниченному количеству вопросов, и большинство этих вопросов сугубо экономические. Да, геоэкономические, в силу размера стран, это, конечно, влияет косвенно и на политику, но там нет такого четкого желания постулировать некую общую политическую цель. Я уже раньше на одном эфире сказал, общие политические цели появляются, когда игроки делят не прибыли, а когда они готовы между собой делить риски. Вот НАТО, это же механизм деления рисков между всеми странами западного мира, что они соглашаются, что вот если на кого-то из членов НАТО совершается нападение, то это общий риск для всех, и они все в это вкладываются, чтобы преодолеть. В отношении БРИКС таких механизмов нет, там нет обезов, что называется, там есть просто желание как-то по каким-то особым условиям между собой зарабатывать деньги, чтобы вот Запад не снимал с каких-то там транзакций маржу и еще такое прочее. То есть в этом нету того, той готовности делить все риски между собой, которые есть на Западе. Благодарим, Ярослав, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Зрителям напомню, что Ярослав Башко, глава Центра политических исследований «Доктрина», был с нами на связи.